Затонувшее почти год назад рыболовецкое судно Монни подняли со дна Финского залива. Напомню, корабль пропал еще в начале января и, как оказалось, он затонул вместе с экипажем. И только спустя 11 месяцев силами водолазов из Мурманска Монни удалось поднять на поверхность. Кадры спецоперации в репортаже Андрея Ивлева. Кадры спецоперации в акватории Финского залива. Встречательная подготовка. Предварительно водолазы с помощью специальной техники закрепили судно со всех сторон мощными тросами. Судно, точнее то, что от него осталось, сильно заилено. В трюмах много погибшей рыбы. Где пропавшие рыбаки, пока неизвестно. На борту находились 42-летний капитан Александр Масленников и два матроса. 41-летний Алексей Наговицын и 36-летний Андрей Чуманов. Экипаж возвращался с уловом. По некоторым данным везли до 5 тонн рыбы. На аудиозаписи последние слова капитана. Шхуна Мони приветствует берег. Доброе утро. Входим в зону вашей ответственности. Экипаж 3 человека. Максимальная отсадка полтора метра. Следуем порт услуга рыбокомбината. Мони, доброе утро. Принял? Следуйте. К берегу экипаж так и не причалил. Судно пропало с радаров ровно через 18 минут после сеанса связи. Траулер объявили в розыск. Искали водолазы, полицейские, следователи. Но Мони словно в воду кануло. Спасателям все же удалось с помощью приборов обнаружить затонувший траулер в водах Финского залива. Однако операция по подъему то и дело откладывалась. Суд обязал выполнить эти работы владельца судна, но тот смог обжаловать решение, сославшись на отсутствие средств. Словно боялся, что вместе с кораблем всплывут и некие неприятные улики. В итоге все расходы пришлось брать на себя следователям. Деньги выделил центральный аппарат ведомства. Спустя 11 месяцев дело Мони смогло сдвинуться с мертвой точки. Будет осмотр дан самого судна и впоследствии проведена соответствующая экспертиза. Мы получим заключение состояния судна и более точно определим причина его затопления. Что же произошло с Мони и куда пропали рыбаки? Главная головоломка для криминалистов. Среди возможных версий перегруз траулера, рыба и крушение из-за погодных условий, наледь на корпусе, плохое состояние судна. Об этом не раз говорили сами рыбаки, которые выходили в воды Финского залива. На этих кадрах любительской съемки круиз, который чуть не обернулся катастрофой. Незадолго до трагедии произошел отказ двигателей. Экипаж смог передать сигнал бедствия. Судно отбуксировало к берегу прибывший на подмогу траулер. Но уже через некоторое время рыбаки снова отправились на промысел. Брат пропавшего без вести капитана Андрей уверен, виной всему плачевное состояние Мони. Александр, капитан, постоянно на судно жаловался. Не работали насосы, помпы, не работала гидравокация. По предположениям экспертов, рыбаки, поняв, что судно пошло ко дну, могли предпринять попытки спастись. Почему не был подан сигнал бедствия, не ясно. Сейчас, когда траулер удалось поднять, специалисты очень рассчитывают пролить свет на таинственную гибель Мони и разгадать все загадки. На время следствия судно будет находиться под охраной в ближайшем порту. Уголовное дело пока не закрыто. И, судя по всему, уже в ближайшее время в нем появятся новые детали и обстоятельства, изучать которые криминалисты будут с особой тщательностью. Андрей Влев, Сергей Евдокимов, Андрей Семенов, Климат Кучмезова. Вести. Дежурная часть.